Главред. Украина. Отбросьте иллюзии. Почему в 2019 году украинцы продолжат выживать, а не начнут жить? Главред. Украина. 24 января 2019 года. Ожидать в 2019 году повышения уровня жизни украинцам не стоит. Вместо того чтобы начать жить, страна продолжит выживать. Такое мнение выразил директор Института трансформации общества. Экономист и политолог Олег Соскин в чате на главреде. Грядут президентские выборы. 31 марта. Первый тур. В апреле. Второй тур. А потом. Инаугурация. То есть полгода уйдет на президентские выборы. А потом начнется подготовка к парламентским, которые у нас состоятся осенью. Поэтому нет никаких шансов, что в этот период уровень жизни украинцев начнет повышаться. Отбросьте эти иллюзии. Уровень жизни не повысится, дай бог, чтобы ситуация не ухудшилась еще больше, или чтобы вообще не произошел обвал, предупреждает Соскин. По его словам, ситуация с национальной валютой сегодня очень опасная. Потому что внутренней основы финансовой и валютной стабильности в Украине нет. Все держится на деньгах МВФ и других вливаниях от Европейского банка, Евросоюза и Всемирного банка в Украину. Финансово-экономическая политика, которую проводит режим Порошенко-Гройсмана, гибельна для Украины. Поэтому трудно сказать, что может произойти. Однако ничего хорошего для гривны я не вижу в 2019 году, особенно после президентских выборов, отметил эксперт. Ранее сообщалось, что с января по октябрь 2018 года население Украины сократилось на 187,9 тысячи человек и на 1 ноября составило 42,198 миллиона человек. Основная причина сокращения численности населения – смертность, превышающая рождаемость. На 100 умерших в 2018 году приходилось 59 рожденных. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.